Всем привет, дорогие друзья, с вами GamePlan, и мне, наверное, месяц назад пришел вот такой вот джойстик под названием IPEGA, модель называется PG9017, и все никак у меня не доходят руки, чтобы снять на него обзор. И чтобы как-то себя заставить, я решил снять хотя бы распаковку, и уже, наверное, завтра я запилю на него обзорчик. Давайте посмотрим, что из себя представляет сье китайское творение. Во-первых, упаковка вся пластиковая, сделана она вот из такого вот прозрачного, не знаю, что это за материал, но назовем ее просто пластик. После открытия мы находим там вот такой вот лоток, который закрыт также вот такой вот серебристой пленкой, не знаю, для чего она нужна, но внутри коробки точно такая же находится. Дальше есть инструкция на английском языке и на китайском. Естественно, на русском здесь ничего нет, я заказывал с ebay, из Китая, и здесь описывается, что мы как можем делать, в каком режиме можем этот джойстик подключать и использовать. Все, закроем эту инструкцию, там можно ее толком не читать, потому что ничего такого там нет. И есть вот такой вот кабель USB-MicroUSB для зарядки. Все, больше ничего не идет, адаптера питания не идет, но я думаю, это не проблема, можно воткнуть либо в компьютер в USB-шник и зарядить, либо взять адаптер от телефона или от планшета и все успешно себе подзарядить. Собственно, вот такой вот он джойстик. Достаточно удобно он лежит в руке. Есть два вот таких вот стика, чтобы было удобно играть. Есть классический крест, четыре управляющие кнопки для игры, ну и Cerex Start и кнопка Home для того, чтобы включать его в различных режимах. А, также чуть не забыл, еще есть вот эти вот две боковые верхние кнопки, которые тоже очень полезны и во время игры очень как пригождаются и спасают. На задней крышке у нас здесь написано рабочее напряжение, рабочая сила тока и написано то, что аккумулятор здесь на 500 мАч. Когда он ко мне пришел, я его воткнул на зарядку, не знаю, минут 30 он у меня полежал и до сих пор вот он у меня работает и не разрядился. В принципе, зарядки здесь хватает надолго, но и разрешать-то, в принципе, здесь нечему. Он достаточно обычный, ничего такого в нем нет, никаких дополнительных экранов и прочей чепухи. Также есть вот такое вот ушко, сюда можно вставлять телефончик для того, чтобы вот так вот сидеть и шпилить в различные игры. В общем, ждите теперь отдельный обзор на данное устройство, более подробный, с примером того, как его правильно подключить, в каких режимах он работает. В общем, я вам это все обещаю рассказать. Просто мне нужен был пинок под зад для того, чтобы хоть как-то заставить себя снять на него обзор. Но теперь, так как я снял распаковку, я просто обязан снять и полный обзор на данное устройство.